Дорогие друзья, недавно в российской газете вышла статья о том, что учительнице из МИАСа удалось таки провести трисекцию угла, то есть с помощью циркуля и линейки разделить угол на три равные части. Вот в этот момент мне показалось, что лекции, которые я везде читал, были прочитаны зря, но потом я собрался с духом и понял, что просто не все, наверное, их смотрели. Значит, провести трисекцию угла с помощью циркуля и линейки математически невозможно. Ровно так же, как, например, математически невозможно замостить шахматную доску с вырезанными двумя противоположными уголками доминошками размера обычного 2 на 1. Там идут пространные рассуждения в статье. Журналист пишет, что, мол, ну вот 200 лет непрерывных поисков и развития математики, возможно, сменили эту реальность и теперь трисекцию угла провести можно. Дорогой журналист, прежде чем писать эту статью, не могли бы вы подумать, например, над тем, возможно ли, что за два столетия изменится реальность вот этой шахматной доской? Или изменится реальность, например, того, что дважды 2 – 4 в том точном смысле, что количество квадратиков, маленьких, в квадрате 2 на 2 равно 4. Вот что важно понимать. Математика отличается от остальных наук тем, что в ней есть понятие абсолютного доказательства. Это то, что я постоянно подчеркиваю. Ни в химии, ни в биологии, ни даже в физике на самом деле действительно мы не можем быть в чем-то абсолютно уверены. Нет никаких твердо установленных фактов о природе вещей. Есть сегодняшние наши понимания, которые возникли с опытом, ну и которые, так сказать, опыта поддерживаются. Но математика – это совершенно другая область. В ней есть твердо навсегда установленные факты, понимаете? Теорема Пифагора не может за два столетия стать под вопросом, да? И я, конечно, очень сильно недоволен тем, что журналисты опубликовали вот эту статью, что, так сказать, она прошла через все стадии рецензирования и вышла такие в центральной российской газете, мороча голову огромному количеству наших соотечественников. Я прошу российскую газету опубликовать разъяснение мое или какого-нибудь другого работающего математика, популяризатора математики, журналиста от математики, кого угодно, грамотного математика, опубликовать разъяснение с опровержением. Но ошибку, конечно, могут любители найти там ошибку. На самом деле, там в комментариях к этому решению уже сразу же нашли ошибку в этом построении. Но суд-то в том, что ошибку это даже не нужно искать, ее быть не может в силу вот этой математической истины. Вот все, что я могу сказать.